Доброго времени суток дорогие друзья, с вами Алексей. Мы продолжаем изучать, исследовать и путешествовать в игре No Man's Sky. Вот вернулся я уже на свою базу, ввиду того, что все наши посещенные системы были в общем-то посещены заново, исследованы, ну насколько это было возможно. Вот и сегодня чем бы хотел я заняться? Наверное займусь улучшениями различными модулями, различными технологиями, короче все то, что мы наизучали, но пока что недоустановили. Вот для начала я слетаю вот в это хранилище предков, дело в том, что после обновления пофиксили те баги, которые были, в частности это то, что мы не могли сюда приземлиться. Сейчас это можно сделать в общем-то без проблем, вот сразу же забирается посадочная площадка, здесь, здесь, вот куда направимся, в общем-то там теперь можно приземлиться. Ну и зачем я сюда прилетел? Есть у меня в инвентаре один старенький, ну как, не старенький, а давно таскаемый с собой, значит, инопланетный артефакт, который стоит не так дорого. Вот я хочу его попробовать обменять в тех хранилищах артефактов, вот другие, пожалуйста, приземляются, тягач, тягач, да? Да, тягач класса С, вайкинчик прилетел, вон на какой-то трубе тоже прилетают, вот у нас вот эта вот штука, нет, заблокирована, да? Но дело в том, что здесь есть еще, если Если полазить, вот тут вот, по-моему, еще где-то должны быть, вот в этих коридорах, такие штукенции Так, в каком-то из коридоров я видел О, вот он Хранилище для обмена артефактами Так, надежное хранилище Так, добавить потерянный артефакт Добавить биологический образец Давайте добавим артефакт для начала Так, передать Поврежденный метр... подождите Металлургический нож, это не то По-моему Отходы, набор Инопланетный Так, у меня в звездолете, что ли Этот металлургический нож Этот как раз-таки ценный Этот я не буду Отдавать Или попробовать отдать Так Металлургический нож А у нас вот это вот Лежит здесь Отходы Набор Инопланетный Вот это вот может быть Эти самые Ну-ка Еще раз Вот, биологический образец Вот это Ну-ка Да, вот он Отходы Передаем И нам дают Призматический Крутящийся Агрегат Примерный возраст 1027 лет Все, хранилище Запаковано Теперь, да? Так И где-то по периметру Еще вроде как Такие штуки были Но С этим потом будем Разбираться Новый ранг у вайкинов Адъютант Давайте попробуем Теперь этот Артефакт продать Че он тут будет стоить У этого стоимость Должна быть Более-менее Приличная Теперь Так Вот он 490 тысяч Ну Не то чтобы Прилично Но За такую цену Минус Полтора процента В принципе Можно продать Я думал Больше тысячи лет Уже под миллион Стоит Не всегда Оно так Да? Ладно Продаем Как есть Так Инвентарь Звездолета Когда я смогу С ними поговорить Че я не могу Его в полете Что ли Изучить Корабль Этот Интересная форма Это путешественник Так Б-класса 18 ячеек Ну такое себе Так Но для начала Для начала Друзья Все как обычно Давайте Слетаем в космос И примем Наши экспедиции Так Вон там Еще у нас Какой-то Древний Древние Руины Блин Пускай Они пока Там Толкутся Эти Древние Руины Наверное Так Че Нельзя Нельзя Сюда Призвать Серьезно А Почему А Слишком Близко К Планете А Так Вот так Можно Вернитесь На свою Базу Говорят Вернемся Вернемся Успеем Еще Все И наш Флот Сюда Пребывает Вот Я пока На этот корабль Не буду Ставить Никакие Улучшения Наверное Потому что Все таки Я наверное Поищу Какой Нибудь Корабль Получше По крайней Мере С большим Количеством Ичеек В идеале Эску Вот Дело в том Что Смотрел Сегодня Видео У Антохи Галактического Оказывается Сейчас Вот После всех Обновлений Патчей При замене Корабля Все Вот эти Строения Все что мы Здесь построили Оно автоматом Переносится Вместе С флотом На другой Грузовой Корабль То есть Не нужно вот эти комнаты Разбирать Вот Терминал Короче Все что мы здесь построили Разбирать Теперь не нужно Достаточно Просто С инвентаря Самого корабля Перекинуть И все Даже те контейнеры Которые мы там Построили Они тоже Перенесутся Поэтому Сейчас Просто Давайте Примем Экспедиции Так Вот Это Я забыл Продать Вот Это Забыл Продать Блин Ну да Ладно Модуль Импульсного Двигателя Здесь В принципе Все довольно Таки Вкусное Хотя Мы же На грузовом Корабле В конце Концов Давайте Сделаем Вот так Пока Скинем Чуток На грузовой Корабль Да Вот эти Модули Раз Два Три Четыре Пять Нам здесь Хватит А в грузовом Корабле А Здесь Всего Две Ячейки Блин Так Вортекс Куб Сюда Корвакс Кискафандры Давайте Сложим Тоже Ай Не то Так Модули Фрегаты Вот эти Бы не Прощелкать Тоже Реликвию Геков Переложим Че Нету Места Что Ли Ну Блин А для Вайкинских Идолов Все Не Поместились А вот Сюда Еще Может Так Хорошо Четок Освободили Место Варп Ячейка Это Давайте Звездолет Закинем Проводные Станки Тоже Где-то У меня По-моему В контейнерах Лежат Во Сюда Можно Закинуть Так Че Еще Хром Металл Можно Вот Так Ну Эти Пускай Здесь Пока Тусуются Все Мы готовы К приему Грузов Кстати У нас же Один Какой-то Фрегат Повредился По-моему Вот Сейчас Посмотрим Какой Какой Из них Поврежден С Какой Экспедиции Там У меня Были Экспедиции Что Количество Звезд Флота И Миссии Было Одинаковое Поэтому В общем-то Повреждения Произошли Так Юниты 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 Перепродать Не удалось Товары Опять Юниты Опять Юниты И снова Юниты Активированный Эмерил С убытком Продали Здесь Надули Их Короче Так Опять Продали С убытком Поврежден Корпус Данный Продавца Исчезли Резы Сверх Проводящее Волокно Отказались Чуть неудач Много Похитили Большую часть Груза Так Ну зато 2,5 ляма Заработали В общем-то Наверное Неплохо Наверное Неплохо Я вот Еще одну Карту Поселения Кстати Прикупил Планетарная Карта Давайте Мы ее Переложим Сюда 2 штуки Стало Ну как Не прикупил А вот Во время Общения С этими С корваксами На станции Я в прошлой части Говорил Что поизучаю Слова Потренирую Лингвистические Навыки И там Мне дали 5 навигационных Данных Я их На карту Обменял Короче говоря Так Здесь все Давайте С инвентаря Грузового Судна Чего-нибудь Продадим Чтобы Говорит Продать Что-нибудь Ненужное Нам нужно Купить Что-нибудь Ненужное Да У нас Денег Нет Так Отсюда Мы ничего Не продаем Вот Активированный Эмерил Возможно Мы оставим Да Невозможно Оставим Ну и вот Это Блин Реликвии Геков У нас Дофига Давайте Тоже Инвентарь Освободим Вот это Вот Искать Ради Там 50 тысяч Что-то Мне тоже Неохота Так Ну В остальном Все Да Все же Да Остальное Все нам Нужно Так Погнали Следующую Экспедицию Примем Пост Командира Активирован Выслушиваем Доклад Юниты Ядовитая Железа Скафандр Корваксов Что-то Там Отправили В архив Опять Скафандр Сверх Проводящий Волокно И все О Капли Слива Ягоды Возраст 1821 Год Не кисло Так Так Ну Ну Юнитов Немножко Так Сюда У нас Ничего Ничего Все В инвентаре Этого Да Блин Нет же Зачем Меня сюда Закинуло Так 390 тысяч Ядовитая Железа А где Это Слива Что-то Я не Воткнул А Вот Она Лям 200 Лям 200 Ну Ну Дешевле Ненамного 0,8% Продаем Так Теперь Инвентарь Грузового Корабля Здесь Мы Что Можем Продать Ядовитую Железу 14 Корвахских Скафандров Тоже Наверное Продадим У нас Их Много И Вот Это Вот Сверх Проводящее Волокно Мы Тоже Извиняюсь Мы Тоже Продаем Так Две Экспедиции Давайте Сохранимся На всякий Случай Так Третья Выслушаем Доклад Юниты Активированы Индией Юниты Юниты Хром Металл Опять Юниты Юниты Иридезит Юниты Юниты И Все Так Два Ляма Так Неплохо Давайте Сюда Переложим Чтобы Даже Вот так Наверное Сделаю Это Сюда Это Сюда А это Сюда Вот Чтобы Было Видно В какие Слотики Нам Че Падает Так Ну и Давайте Продавать Теперь Так Че А Винвентарь Экзо 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 Грузового Судна Вот Иридезит Минус Одиннадцать процентов Фиг С ним Так Активированный Мерил Активированный Индий Я не знаю Он нужен Вообще Для чего Нибудь Из него Только Хром Метал Его Продают Или Че Нибудь Из него Делают Я пока Продавать Его Не буду Но Я не знаю Он Нужен Мне Будет В дальнейшем Или Нет Потому Что Складировать Бесполезно Тоже Как-то Не хочется Чтобы Он Просто Валялся А если Из него Ничего Не изготавливают Кроме Хром Металла То Его Наверное Проще Продать Так же Как И Активированный Эмерил Да Вот Допустим 725 Тысяч Стоит Тысяча Эмерила Этого Индии Вот 500 штук Полляма Пожалуйста Так Следующая Экспедиция Погнали Так Ту я осмотрел Правильно Да Эту я принял Еще две Еще две Или одна Какой-то из них Поврежден По идее Фрегат Так СС-3 Переворота А вот он Отозван На ремонт Дальше 210 юнитов Поврежден Корпус 360 Ну Это экспедиция Да Такая Получилось Провальная Из-за Повреждений Но Не без Этого Посмотрим Как это Все Ремонтируется Пост Командира Активирован Выслушать Доклад Выслушиваем Так Получили Значительный Урон Атакованы Пиратами Корваксов Тоже Активированы Индией Юниты Геодезит Юниты Юниты И все Так Хорошо 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 Мне в общем то нравится Так Что мы здесь Забываю переключать Инвентарь Так Геодезит Мы можем продать Активированный Индий Складем Сюдить И Че еще Здесь Намагниченный Феррит Я наверное Оставлю У себя В экзокостюме Складу Сюда Ферритная Пыль Че еще Так Варп Ячейка Че здесь Делает Почему Потому что Сейчас мы Полетим Ремонтировать Неизвестно Что нам Там может Понадобиться Так Натрий Кислород Сжатый Углерод Вот простого Углерода У меня нету Так Хром Металл Дегидроген Остальное В общем то Все наверное Че у нас В контейнерах Еще здесь Серебро Может понадобиться Правильно Может Может Запросто Дальше Че еще Может понадобиться Насчет Соли Не знаю Вот это Модуль Температурной Защиты Я наверное Его С собой Возьму Мы его Будем Продавать Так Хранить Его О еще Одни Координаты Капсулы Они у Лежат Они у Лежат В звездолете Да Сейчас Мы контейнеры Поосвобождаем Немножко Радон Парафиний Диоксид Фекалий Говном Разве Чинят Не знаю Парафиний Вполне Вероятно Я просто Ни разу Не чинил Я не знаю Что нужно Что нет Мордита Можно наверное Взять Еще Если он Есть Так Не знаю Как насчет Радона Так Давайте Мордита Возьмем Так Ну и Достаточно Если что Назад На корабль Слетаем Так Стоп Пустите Зараза Я хотел же Посмотреть Какой Какому Фрегату Нам Лететь Какой Фрегат У нас Поврежден Да Поврежденный Компонент Вот МВ Наковальня О май Бар Да Один Один Поврежденный Ну пойдемте Поищем Что у него Там Повредилось Наковальня О май Бар Так А так Меточка У него Есть Сразу же Да Так И где Можно Приземлиться Ага Я вас Понял Да Нафиг Вашу Угрозу Ой Так Проще Наверное Сверху Все Это Дело Обсмотреть Потерялся Ага Он А Из-за Этого Преступника Блин Теперь Мне Приземлиться Не дадут Да Рейтинг Преступника Элита Где Это Зараза Блин Где Этот Преступник Че-то Че-то Я его Найти Не могу Где Эта Элита Вот Хоть Ты Убей Не могу По этому Компасу Ориентироваться И все Вот он Так Их Несколько Здесь Так Один Спать Ушел Так Окурки Летят Мне Хром Метал Где Еще Один Вон Элита Так А теперь Можно Починить Наш Звездолет Этот Фрегат Вот Теперь Пожалуйста Посадочка Доступна Эхеус Сущность Странник Как приятно Тебя Слышать Но Ситуация Плачевна Наш Корабль Поврежден Ты Поможешь Нам Изучить Отчет О Повреждениях Так Повреждены Основные Системы Дальнейшая Эксплуатация Может Привести К разрушению Требуется Немедленный Ремонт Отметить Поврежденный Компонент Все Хорошо Теперь Выходим И будем Ух ты Блин Их Здесь Несколько Поврежденных Компонентов Да Ну Погнали Сейчас Будем Бегать Искать На этом Фрегате Где Чего Повреждено Станция Связи Ага Вон А я не могу Отметить Все это Делаю В любом Случай Нам Нужно Вовнутрь Забегать Наверное Нифигаси Модуль управления Шлюзом Серебро Ферритная Пыль Есть Во Так Че По это самое Отремонтировали Одну Поврежденные Секции Три штуки С той стороны Где то еще Чвякает Да Так Че здесь Стенка Не пускают Меня туда Хм Там вроде Тоже Дверь Но туда Меня не Пускают Придется Отбегать Что ли Так Ладно Побежали А вот Есть Лестница Блин В открытом Космосе Вот так По лестнице Шлындать Это Это Да Вот Сломонатая Панель Доступа К системе Че Здесь Надо А тоже Серебро Ферритная Пыль Есть Хорошо Вон Следующий Элемент А как Туда Попасть А на Следующую Лестницу Надо Вон Здесь Какая Система Ёкарный Бабай Я бы Конечно Мог Взлететь Но В открытом Космосе Че то Сыково Мне Пользоваться Ранцем Наверное Лучше Так Блин Капитан Шо ж Ты сам Не можешь Починить Или у Тебя Серебра Не хватает Так Серебро Ферритная Пыль Хорошо Есть Контакт Скриншот Я здесь Могу Сделать Было бы Очень Интересно Не дают Нормально Заскриншотиться Вот так Вот Было бы Красиво Во Нет Не нравится Мне этот Кадр Вот Отсюда Бы Я Сфоткался Пойдет Да нет Тянет Прям В этот Так Вот Здесь Еще Наверное С ломонатой Да Технология Во Вот Так Мне Нравится Скриншот Еще Так А теперь Лезь Давай Я так Думаю Что Это Последний Да Поврежденные Секции Одно И Она Должна Быть Здесь Нет Не Здесь Да Ну Нафиг А Где А где Ладно Давайте Поищем Поищем Блин Будет Хохма Если Мне Придется Облетать И Приземляться На ту сторону Да Слезь Должны Надо Отойти Чтобы Я упор не вижу Где Где он Еще Сломан С помощью С помощью Этого Сканера Не Видно А Вон Блин Не могу Отметить Да Расстояние 54 Ну Судя По всему На другую Сторону Нам Надо Неужели Здесь Нельзя На другую Сторону Перейти Ха Судя По всему Нет А Вон Вход Туда Можно Все Таки Все Таки Можно Это Хорошо Так Так По этой По этой Лестнице Надо Мне Лезть Вот Она Зараза Так Так И Также Серебро Феритная Пыль Хорошо Все Отремонтировать Поврежденные Компоненты Фрегата Выполнено Здесь Еще Классный Быть Скриншот Был Да Ладно Бежим Теперь Погнали На ту сторону Да Опять Все Садимся В звездолет Валим На наш Грузовой Корабль Так Где он А Вот Он Упс Мимо Называется Кажется Что-то Не Прогрузилось Да И Ой-ой-ой Да чтоб тебя Угроза Твою Где мой корабль Потерялась Я Мама Блин Баганул Короче Корабль Мой Грузовой Давайте Знаете Что Сделаем Вот Сюда Вот Его Сейчас Вызовем О О О Теперь Он Меня Поймал А А То Понимаешь У нас Кострик Шашлык Можно Пожарить Так Давайте Сохранимся Сразу Не Хочу Я Еще Раз Лазить Лазить В космос Так Че мы тут Набрали Намагниченный Феррит Давайте В контейнер Дальше Хромметалл Пусть Остается Серебро В контейнер Мордит В контейнер Парафиний В контейнер И Посмотрим Что за экспедиции Нам сегодня Предлагают Наш Навигатор Так Ух ты Смотрите Три Трехзвездочных Так Торговая Раз Два А больше Торговых У меня И Нету Три И Три Триста Тон Так Давайте По торговым Посмотрим Кто Еще Силен Исследователь Промышленная Так Поддержка Ну-ка Может Поддержку Приписать Все равно Три Звезды А если Еще Одну Поддержку Все равно Три Звезды Ха Так Пока Подождем Боевая Трехзвездочная У нас У нас Тоже Есть Давайте Попробуем Раз Два Ага Еще Одну Давайте Припишем Вот эту Ц Все Четыре Звезды Боевая У нас Укомплектована Четыреста Трехзвезды Отправляем Вот это Должна быть Хорошая Экспедиция Дальше Дальше Исследователи Тоже Три Звезды Поехали Две Эски У меня Одна По-моему Эска Была Прокачался Что Ну-ка О Два Исследователя Уже Четыре Звезды Хорошо Топлива 150 Тон А Топлива Не хватает Вот оно Че Михалыч Ща Все Будет Ща Все Будет Че Нам Трити Требуется Да Так Купить А че Те Гидрогенного Геля Не Продают Уже Здесь Это Другая Система Ай 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 Подождите Нам Не Хватало Чего Нам Не Хватало Трити Как Раз Таки А не Дегидрогенного Геля Че То Я Не То Смотрю Дегидрогена Как Раз Таки Нам Хватает Правильно Так Смотрите Тоже Нету Походу Кто-нибудь Вот сюда Прилетает Нет Чуть Никто не хочет Прилетать Улучшениями Чувствуем И займемся Сегодня Как Меня Задолбали Эти Пиратики Всякие Чуть На Продажу Че То Есть Один Стон Боевой Не хочу Такой Дороговато Дороговато Так 8 тонн Шахтерское судно Промышленность 21 7 8 Вот это Хороший Такой Возьму Сейчас Они Меня Задолбят Внимание Обнаружила Угроза Приближаются Вражеские Королы Продолжение Продолжение Что-то Жесткие Вражеские Корабли Или я На пути огня Просто Стою С этого С грузового Судна Жесткие Они Да Как они Любят На пол Тих Грузовых Кораблей Стоять Пока отвечал На это Сообщение Так Три Осталось Сейчас Щиты Подзарядятся Немножко Или я Их могу Так Зарядить Где Отражающий Щит Время Геракс Так Минус Где они Сзади меня Что Где-то Один Остался Угу Вижу Так Вот Нужно Улучшать Оружие Нужно Улучшать Оружие Для того Чтобы Отражать Вот таких Вот Довольно Так Трудных Так Вот Я теперь Уже Не помню Какой Я Частота Флота Это Наверное Продавались Фрегаты А я Отвлекался На эту Рацию Поддержка Три Тонны Поддержка Стоимость Топлива Экспедиции В идеале Конечно Две Тонны Нет Уже Капризный Теперь Стал Две Три 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 10 тонн дороговато тут я смотрел или тут и вот этот о промышленный 16 но 8 тонн плохие эти конечно характеристики но я его куплю потому что потому что он 8 тонн пикто а этот мы смотрели специалист по поддержке тоже смотрели столько всего продается даже грузовой корабль продается вот нафига переворачивают я же потом не сориентируюсь опять этот как теперь найти то что я заприметил до этого короче нафиг я наверное не на запись буду покупать фрегаты потому что много времени занимает это во первых во вторых вот эти вот переворачивания они все время дезориентируют потом я теперь потерял наш грузовой корабль надо будет его теперь вызвать я же за третьим полетел я же за третьим полетел сам накупил берегат какой кошмар давайте телепортнемся на космическую станцию если что туда потом призовем боже мой заблудишься в этих коридорах лень мне уже третий самому добывать дожили до должен стоить принципе копейки так для начала в терминале в этом посмотрим есть третий я беру все может торговцы еще подъедут нет 7 штучек сделаем я думаю нам этого пока что хватит и Продолжение следует... 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 нет навигационных данных не дадите матье вот это продадим вот это и вот это а вот это наверное пока оставим так чё у меня там по деньгам 53 ляма хранилище 13 лямов ну по факту да вот у нас можем сюда ячейку добавить все дальше в технологиях да а нет сюда еще можем 14 лямов уже дальше мне что-то жалко жалко пока денег хорош как будем зарабатывать за облачные прибыли так будем тратиться пока нет сохранимся и на базу а А че меня сюда К компьютеру база швырнуло Че с телепортом Телепорт работает Вернитесь на свою базу Давайте изучим архивы Давно они уже несколько серий Как созрели, а я все еще это твой Так, архив для пользователя Итерация потерян, недоступен Возможно, удастся получить К резервной копии Загрузить координаты Цель за пределами системы Смотрите галактическую карту Обнаружил архив на другой планете Хорошо С этим вроде разобрались Теперь Теперь улучшение В конце концов Где у нас Координаты капсулы Надо, наверное, усилитель сигнала Ставить Я так понимаю Обнаружена капсула Как бы это была не та капсула Которую мы уже Открывали Так, насколько я помню Там был нужен контейнер для антиматерии Вот у нас есть один Так Кобальт На всякий случай На магничный феррит возьмем Блин, не помню Кроме кобальта Еще что нужно было Не хромметалл Случайно Это ионизированный кобальт Вот чистый феррит Можно взять Фосфор Фосфор Не помню И не помню Там одни и те же компоненты Нужны или нет Так, а где хромметалл? А хромметалл у меня в инвентаре есть Ионизированный кобальт Где простой кобальт? Давайте ионизированный возьмем Мы же можем из него Потом сделать простой кобальт Вот у меня где весь углерод Да, мы можем из него сделать простой кобальт Все, погнали Ох, разлетались-то сразу Ох, разлетались Ни фига себе, как далеко Хоть многие и советуют, кстати, приберечь вот эти все модули Сначала покупать за деньги А потом, когда они дорого будут стоить Использовать вот эти вещи Но я так думаю, что к тому времени мы уже должны начать нормально зарабатывать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну давай мне контейнер для антиматерии дай Сжатый углерод дал Жопошник Так Ну и собственно Что мы имеем? Нитрат натрия Углеродные нанотрубки Контейнер для антиматерии Вообще ничего не угадал Нитрат натрия Углеродные нанотрубки Натрия Натрия есть Нитрат натрия Так, и углеродные нанотрубки Я что, весь инвентарь засырю? Углеродные нанотрубки Так, есть 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 О! Отлично Эй, отпусти меня Чудо-трава Все Следующую Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Так, рядом Углеродные нанотрубки Углеродные нанотрубки Углеродные нанотрубки Вообще прям рядом, да? Ау! Блин Чуть-чуть бы ближе была Я бы ее заметил И не тратил бы Не тратил бы координаты Так, для начала проверим Те же компоненты Те же компоненты нужны или нет? Да Нитрат натрия Углеродные нанотрубки Контейнер для мантин Ха, у нас углерода нету Серьезно? Так, а контейнер мы можем Хотя бы сделать? Контейнер можем сделать Дожился Углерода нет в инвентаре Какой кошмар Так, нитрат натрия У нас был, кажется Так, раз, два, три Блин, соблазн велик Так, хорошо Едем дальше Я испугался Сейчас думал Он мне предыдущую покажет Которую мы уже А может оно так и есть? Слушайте Я сейчас вот по этим Фиговинам определю Нет, меня здесь не было О, дегидрогенный гель Отлично На дегидроген его переработаем Гель системы жизнеобеспечения Так, мне нужно для начала Натрия еще на балабасе чутка Так, и дегидрогенный гель Переработать Переработать в дегидроген Теперь создаем углеродную нанотрубку И контейнер для антибатерии Вроде как все Значит, сразу здесь другие компоненты Вот будет хохма Нет, пока то же самое Есть контакт Так, и сколько у меня координат еще осталось? Капсулы Координаты капсулы Одна штучка осталась Всего-навсего Капсулы Продолжение следует... 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 я не тем расщепителем бью или не тем просто смотрю там кружочка нету или то что далеко так хватит я надеюсь теперь углерода так углеродные нанотрубки теперь создаем микропроцессор есть и теперь нет не то вот так сканер экономики все теперь мы сможем сканировать экономику дальше чем мы можем еще создать вот эти приводы я хотел эти места тут чутка освободим cadmium привод три проводных станка надо у меня здесь один давайте в контейнере возьмем еще где-то у меня были проводные не то проводные станки вот они что я бегаю как совраска так вот cadmium привод чпоньк чпоньк есть такое дело теперь мы в красные космические тела можем прыгать так и мериловый нам нужно cadmium добыть правильно а потом уже этот инфракрасный ускоритель стреляет небольшими очередями так давайте погреемся пойдем чутка сохранимся так что еще можно поставить фазовый луч это оружие да блин сейчас вот наставишь наставишь и не будет инвентаря общей звездолета с другой стороны циклотронная баллиста позитронный эжектор проводных станков надо еще так ладно пока это оставим мультитуле это у нас расщепительный мультитул анализирующий визор и все давайте сменим мультитул двоечка так и вот здесь уже вот этот я хочу под сканер сделать чисто так это что анализирующий визор сканирующий скрытые ландшафтом ресурсы два проводных станка квантовый компьютер три магнитных резонотор нифига себе повышение точности оружия две ионных батареи это уже можно на боевой мультитул вот на этот на 3 установить да у него урон получше поэтому вот он боевой прицел давайте установим проводной станок сюда вставим и две ионные батарейки нужно еще смотрим есть они тут у нас или нет где то я их видел где то они у меня лежали или это я путаю с ионной батарейкой для звездолета вот кстати магнитный резонатор нам для чего то был нужен так возьмем давайте вот это бутон и нип-нипа тоже выложу так так магнитный резонатор нам нужен был для технологии вот сюда да где то что то здесь или нет или все таки мультитуле так ладно ионная батарейка давайте посмотрим может она продается купить ионная батарея да нет 55 мне не надо мне парочку купил я нет купил так есть такое дело а это разные технологии да но этот боевой поэтому здесь нам анализирующий визор по факту вообще не нужен и сканер да хотя пусть будет наверное так смотрим следующее импульсный скорострел ландшафтный манипулятор здесь точно не нужен продвинутый расщепитель не нужен давайте вот это вот диетерий двести один проводной станок проводной станок проводной станок нету что ли да как так так а диетерий у меня не в звездолете ли валяется а это диоксид диетерий надо где то добывать диоксид тоже здесь соль кристалл радон азот парафин и мордит смето хочу диетерий или он из чего то делается нету диетерия значит пока не будем ставить геологическая пушка пламенное копье везде проводные станки нужны надо их набрать этих проводных станков чтобы они были про запас мы навряд ли их сможем когда нибудь изготавливать везде все извлеченные данные а вот еще шесть проводных станков есть они у меня оказывается просто по разным контейнерам разбросаны так ладно тогда проще тогда уже проще пламенное копье давайте поставим так проводной станок сжатый углерод нам чуток совсем нужен хорошее подождите я чё обычный углерод сделал что нет сжатый 106 из 150 было же 123 или нет или я чё-то путаю все порядке и хром металла нужно еще 89 до 89 чем мы можем хром металл перебалабасить надо тупо медь загрузить мне кажется она у меня есть в контейнерах есть активированная медь мы ее по факту можем хром металл переработать на нудле есть простая медь как раз нам нужно было 89 у нас 90 получится 20 секунд и будет у нас эта технология доделана пламенного копья так есть ну-ка давайте попробуем вот это бабацает заряжаем до лобысь поэтому по барабану да ну неплохо так можно будет птичек может быть выбахать попадем не попадем мимо по корабля но это да в основном в бою заряжается лобысь и сразу филейных кусочков пять штук лобысь сколько урона было а 1900 мне показалось 7000 урона но ничего так пламенное копье в общем-то мне понравилось так чем мы еще можем установить импульсный скорострел высокая скорость 3 а ну здесь дейтерий нужно у меня нету вот геологическую пушку можем сразу же поставить для скоростной выемки грунта не не хочу для ближнего боя бластер рассеиватель 200 пугни один проводной станок вот можно вот это вот штуковину можно вот эту штуковину поставить пугни продается у нас не пугни 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 не наблюдаю я здесь мордит родом мне это же со стражей по моим падает да вот у нас 283 есть и мы можем поставить сейчас посмотрим что это за бластер рассеиватель слушайте вы бодренько этот дробовик короче да сходу на да это дробаш реально и этого бегемота с одного выстрела глупил значит такой грустный так ладно это здесь тоже летает сарин на меня хотел кинуться еще боли но определенно нравится мне вот так вот со стражами даст такого да башка так а пошли осьминога попробуем обработать сарин на поясу Мясо с ноги 20 штук Не, ну определенно мне нравится Допустим, задание На зачистку животных брать И вот таким вот Я считаю в этом все-таки Нужно убрать расщепитель полностью А мы его не можем разобрать Мы только переместить можем То есть это обязательная технология Расщепитель Сканер вот мы можем разобрать Визор Но визор пусть остается Иногда приходится во время боя Что-то сканировать И постоянно переключать мультитулы Ускоритель массы Урон 13% Но вот этот будем качать как боевой Геологическая пушка Импульсный скорострел Здесь нужен дейтерий Так Ну все, наверное, здесь мы С боевым мультитулом Больше ничего мы пока не поставим Так, со сканирующим давайте посмотрим Вот здесь это геологическая пушка Вот здесь у нас есть импульсный скорострел Так, а давайте здесь геологическую пушку испытаем Я вообще посмотрю, что это такое Для скоростной Вымки грунта Ай-яй-яй-яй Так Технология Где-где-где-где-где Технология заряжена Технология заряжена Скоростной выемки грунта В качестве заряда Используется нестабильная плазма А, там еще и заряжать Чего-то надо Взрыв способен повредить Нафиг Мы что-то получили? Мы что-то, наверное, получили Так Сюда бы я установил, наверное Устройство наблюдения Вот Вот эту штуку Так, проводной станок Здесь три штуки таких надо Подождите, а у нас в первом мультитуле Такой разве не установлен? У нас просто анализирующий визор В первом мультитуле Так, и во втором Так, нужен квантовый компьютер И нужен еще один магнитный резонатор Так, есть тут такое? Продается? О, квантовый компьютер есть Так, и магнитный резонатор Ха-ха А его нету А я его могу сделать? А я его могу сделать Красота Так, ну-ка Чпоньк Чпоньк И что же он нам дает? Вот эта вот Фиговина Разведка цели Подождите Зачем На этот Мультитул Это я сам клавишу так назначил Да, переключать на мультитул Мне второй мультитул Да, вот этот И если я нажму 3 То включается Сразу же Другой мультитул Наш боевой Да, клавиши мультитула Надо переназначить Как это делать? Я уже забыл Нафиг 09 Быстрая привязка Давайте Возьмем 4 Что я сделал? Короче Надо на мультитул Клавиши Перепривязать А иначе Беда, беда И вот так сделать Затем Включить визор Затем Кнопку 3 Какой у нас мультитул Появился Боевой Забыл я Как делается Привязка Клавиш А, контрол Контрол Тогда Контрол 4 Дальше Вот этот Контрол 5 Дальше Вот этот Контрол 6 Вот так вот Ну-ка Тогда Пятерочка У нас Сканирующий Будет И 1, 3 Во Смотрите Мы теперь можем Накопления Разные Сканировать Разведка цели Это просто Режим анализа Допустим Энергию Смотреть Вот поблизости Нет скоплений Это хреново Потому что Я мечтал Запитать базу От такого Скопления Так Зато есть Где-то Недалеко Какие-то Минералы Подземные И газ Также Имеется Блин Вот Энергию Найти Где-нибудь Пролетим Чутка Вперед И Найдем Энергию По Поблизости Нет Скоплений Это Вот Специально От Моей Базы Скоплений Убрали Технология Защита От Вредных Факторов Давайте Прокатимся Наверное Посмотрим Может где-нибудь Подальше Из Скопления Пушка А нету здесь Расщепители На вездеходе Есть Пушка Есть Усилитель Сигналы Ускорения И термоядерный Двигатель Который Заряжается У нас Даже Кислородом Можем Заряжать Блин Жалко Что нет Скоплений Рядом Заряжается Энергии Так А что мы можем На вездеход Еще поставить Установить Технологию Что оно Дает Значительно Повышает Управляемость Вездехода Вездехода Специально Настроено Чтобы Улучшить Способность Вездехода Входить В занос Так Так А это Способно Делать Резкие Повороты Это Улучшает Улучшает Способность Скользить О Расщепитель Вот это Я бы Поставил Так Намагниченный Феррит Есть Гель Системы Жизнеобеспечения У нас Один Почему Ах ты Зараза Это Не тот Звездолет Так Давайте Попробуем Еще Сделать Нет Компонентов А что Туда Надо Гидрогенный Гель Ну Это Не проблема Как бы Все Есть Так Так Вставляем И Сотенку Хромметалла Сотенку Хромметалла Мы можем Слушайте Это будет Удобно Вот так Вот Ездить На Везде Ход И На Ходу Собирать Все Минералы Нам Мы Сейчас Найти Месторождение Меди Где-нибудь Здесь Кобальт Уран Кобальт 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 Меди Меди Планете Что Вам Медь Поехали Поехали Меди Если Этот Вездеход Немножечко Поднаворотить Это Будет Неплохо Так Мне Нужен Первый Наш Мультитул Он Теперь На Четверочке Ландшафтный Манипулятор Так Маленьким Радиусом Сейчас Наковыряем А я Уже Здесь Кстати Ковырял Так Два К одному Нам Нужно 200 Меди Набрать Слушайте А там Еще Какие То Фиговины Были Сколько Уже Меди У нас Мы Могли Сделать Так 109 Построить Какую То Штуковину Сборщик Ресурсов О 100 Урана Две Металлические Обшивки Одна Так Ладно Пока Так Добудем Но В дальнейшем Можно Будет Такое Дело Применить И В принципе Медь Можно Будет Да И уран Тоже Добывать Потом Можно Извлекатели Минералов Сделать Да Много Чего Может Так Че там С медью Вот 251 Нормально 125 Хром Металла Все Где наш Аутомобиль Поехали Вот это Поворот Я Пещеру Провалился Ну что Будем работать Искать выход Наружу Да Да Не пролазишь Сейчас Все будет Порошка Силикат Силикат Набили Прикольно Заряжаться Тем Что Ты Добываешь Да Все Погнали Отсюда Давай 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 Ты Справишься Вот так Блин Надо А этот Хром Металл Есть Такое Делаем Так Установили Где он Где моя мафинка Так Расщепитель О Слушайте Ну урон Такой Неплохой В общем То Мы Здесь Сейчас Добываем Всего А И требуется Продвинутый Расщепитель То есть Для Вездехода Тоже Есть Продвинутый Расщепитель Мой Расщепитель По моему По 34 Бьет Или По 32 А этот Смотрите По 164 Лупит Блин Вот Теперь У меня Есть Техника Для Добычи Минералов И Углерода Реально Он Конечно Тоже Он Требует Перезарядки Ну Как сварка А мы Также Кислородом Заправим Кислорода Много Живода Ферритная Пыль Родон Гамма Цветы Короче Говорят Красота Зачем Вот Это Сбивать Когда Это Можно Все Добыть Правильно Добыть Ми Немн Парк Продолж Мин Говорят В Сборг Все народ Наверное будем заканчивать на сегодня Все что Было возможным Я вроде установил На остальное Нужны материалы Вот увидимся в следующей части Всем удачи И всем всего Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok